Семинарские вопросы Вопросы будут связаны с дискуссионной темой, несмотря на то, что сами вопросы большинству из вас не покажутся исключительно сложными. Тем не менее, в основе всех их лежит проблема закона и Евангелия. Итак, вот вопрос. Должны ли христианам соблюдать субботу? Итак, должны ли христианам соблюдать субботу? И вот библейский материал для анализа. Исход 28.11. Трозаконие 5.12-15. Луки 6.1-11. Текстов довольно много, так что времени на выполнение у вас будет больше. Евангелие от Иоанна, 20.1. Деяние 27. Откровение 1.10. Римлянам 14.1-12. И несколько предварительных замечаний. Напоминаю, что вопросы могут быть разными. Например, фактическими. Ключевой фактический вопрос для нас с вами, что говорит Священное Писание при правильном толковании. Итак, это фактический вопрос, что написано в Библии. И это составит фундамент для анализа. Далее есть вопросы концептуальные, касающиеся исследуемых понятий. Когда я говорю христианам, то имею в виду христиан не культурных, не номинальных, а христиан по убеждению. Слово «должно» выражает моральный долг, обязательство. Иначе говоря, есть ли у христиан моральное обязательство соблюдать субботу? При этом под субботой понимается еврейская суббота. С вечера пятницы до захода солнца в субботу. Утро пятницы, утро субботы и день субботы. Итак, концептуальные вопросы. И далее морально-нравственный вопрос. Какой практике нам надлежит придерживаться? И, конечно же, вопрос пастерский, на который мы, возможно, тоже попытаемся ответить. И звучать пастерский вопрос может примерно так. Учитывая ваш ответ, что вы скажете об адвенцистах седьмого дня, которые считают, что христиане должны соблюдать еврейскую субботу? Или мессианских евреях, которые также соблюдают шаббат? Таким образом, довольно абстрактный, на первый взгляд, вопрос может в вашем дальнейшем служении приобрести практический характер. Таковым в свое время он стал для меня на заре моего пастерского служения в одной церкви, куда по воскресеньям начали приходить молодые люди, адвентисты седьмого дня. Мы готовили барбекю, делали гамбургеры с овощами, так как они вегетарианцы. Приходить в воскресенье им было вполне удобно, так как богослужения в их церкви проходили по субботам. Однако в связи с этим возникало немало вопросов, что значит быть членом церкви, что такое суббота и так далее. То есть для меня это был вполне практический вопрос, который приходилось решать в рамках пастерского служения. Итак, должно ли христианам соблюдать субботу? Работать вы снова будете по желанию, индивидуально или в небольших группах. На выполнение заданий я дам вам время, а затем мы перейдем к его обсуждению. Хочу возвратиться к ранее заданному вопросу о десяти заповедях. Как еще их нередко именуют? Итак, десять заповедей это также... Десять слов? Да, конечно, десять слов, правильно. Декалог. А что это слово значит буквально? Десять слов. Основанием этому, по сути, служит Исход 34, 28. Исход 34, 28. Где обновляется Завет. Даются новые скрижали Завета. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей. Стих 28. В библейском смысле это означает продолжительное время. Это идиоматическое выражение, которое обозначает долго. Сорок дней и сорок ночей Иисус пробыл в пустыне, искушаем сатаной. Это не календарные сорок дней и сорок ночей. Это библейская идиома. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова Завета. Десяти слове. То есть буквально десять слов. В моем переводе Библии на полях есть замечание. Еврейский язык буквально десять слов. Именно отсюда и происходит слово диколог. Полагаю, нам следует помнить о том, что это десять слов от Бога. Дабы не приписать этому слову юридического терминологического оттенка, который в древнееврейском контексте, в древнееврейском значении слова отсутствует. А теперь давайте обратимся к основному вопросу нашего сегодняшнего семинарского занятия. Должно ли христианам соблюдать субботу? Прежде чем мы перейдем к общему обсуждению, мне хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу данных вам библейских текстов. И начнем с 20 главы книги Исход. Содержащийся в ней заповедью о субботе. Когда читаешь Ветхий Завет, обращает на себя внимание слово «осветить», «освещать». Это слово может означать освящение чего-либо в смысле очищения или сохранение чего-то в чистоте. С другой стороны, это слово может означать отделение. Так, например, шесть дней должны быть отделены от дня седьмого, так как он особенный. Как бы вы это прокомментировали? Итак, вот вопрос по Ветхому Завету. Во фразе «Помни день субботний, чтобы светить», его слово «светить» может употребляться в одном из двух значений, особенно характерных для Ветхого Завета. С одной стороны, оно может означать отделенный, то есть освящать, значит отделять с определенной целью, то есть один из семи дней недели будет особенным. Или же, с другой стороны, оно может обозначать моральное качество, а именно чистоту, непорочность. Так каков же ваш ответ, или вы просто поставили вопрос? Что ж, тогда мы переходим к следующему тексту. Лично я полагаю, что при любом подходе к толкованию данного слова, причем останавливаться лишь на одном значении совершенно необязательно. Неоправданной поляризации тоже надо остерегаться. Важно понять, что лежит в основе, каков основополагающий принцип в Исходе 20. В общую канву какого повествования входит заповедь о субботе? О сотворении. Повествование о сотворении. Итак, это сотворение, а что вы скажете о второзаконии 5? К какому повествованию относится этот отрывок из второзакония 5? Правильно, искупление. Итак, у Израиля есть два основания для соблюдения субботнего покоя. Это история сотворения и история искупления. То есть, обоснование может служить как повествование о сотворении, так и повествование об искуплении. Это в качестве замечания. А теперь давайте обсудим Евангелие от Луки, 6 главу. Здесь мы имеем дело с двумя эпизодами полемики по поводу субботы, ибо нашего Господа то и дело пытались уловить в его отношении к субботе и ее соблюдении. Луки 6, 1, 11. Какие-то комментарии предложите? Давайте сначала об учениках, которые в субботу рвали колосья и ели зерна. Фарисеи же говорили, что в субботу этого делать не должно. Интересно, а на какой закон они ссылались? Вероятно, они ссылались на одну из десяти заповедей в том смысле, в котором они ее понимали. Фарисейство, как вы помните, зародилось как общественно-религиозное течение, представители которого стремились отделиться от нечестивого светского общества, поскольку во время римского управления саддукеи этот священнический класс вступили в союз с римлянами и подверглись их влиянию. По мнению фарисеев, их послужной список оставлял желать лучшего. Фарисеи же решили жить так свято, будто вся жизнь их проходит в храме. Вот к этому они и стремились быть святыми, отделенными от остального мира, безупречно нравственными. позже, согласно свидетельствам раввинов, не зная, относятся ли они ко времени Христа или нет, они обсуждали такие вещи, как, возможно, в более ранних рукописях такое тоже есть, мне это неизвестно. Например, сколько заклепок должно быть в одной сандалии, чтобы ношение сандалии в субботу не считалось работой. Вам когда-нибудь приходило такое в голову? Задуматься, например, о количестве борозд в подошве ваших кроссовок. Кстати, они установили таки, сколько заклепок должно быть в сандалии, 39. Если же их 40, то последнюю лучше исключить. В противном случае, если у тебя 40 заклепок, то значит, ты уже поднимаешь тяжесть и тем самым нарушаешь субботу. То есть, можете себе представить, как на такой образ мысли мог отреагировать Иисус? Был еще один вопрос. Хотелось бы заметить, что в первом повествовании Иисус связывает понятие субботы и случай ее нарушения с именем Давида, потому что именно из рода Давидова должен был произойти Мессия. Да, Иисус рассказывает свою собственную историю, не так ли? Никаких пространных выражений и запретов. Он обращается к Ветхому Завету, к связанным субботой повествованием о Давиде и учениках. И, разумеется, личностью Давида выводы здесь не ограничиваются. Все гораздо шире. И что же он делает? Он проникает глубже. Он выходит за рамки непосредственной практики, вскрывая принцип, заключенный в пятом стихе «Сын Человеческий Господин Субботы». В других Евангелиях эта противоречивая ситуация решается так. Не человек для Субботы, а Суббота для человека. Иначе говоря, все наоборот. Итак, когда у Христа была возможность ссылаться на Писание, Он это делал, в другом повествовании, где опять-таки звучат обвинения в нарушении Субботы, Иисус не цитирует Писание. Речь здесь идет об эпизоде исцеления в Субботу. Это как раз один из тех случаев, когда фарисеи наблюдали за Христом, не исцелит ли он человека с усохшей рукой в Субботу, чтобы обвинить его. И так у них в этом деле был безусловный интерес. Но что отвечает им Христос? И говорит им, должно ли в Субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Таким образом, Он не цитирует непосредственно Ветхий Завет, а указывает на определенный моральный принцип. Обратите внимание на параллелизм. Спасти душу значит, безусловно, сделать добро. Погубить значит сделать зло. Очень важно, что Христос подчеркивает значимость этих принципов. Как понять, как выглядит добро? Добро спасает, добро исцеляет, ибо человек, с усохшей рукой, снова обрел здоровье, а значит, получил возможность вновь стать полноценным членом общества, зарабатывать себе на жизнь и так далее. И все это благодаря полученному исцелению. И так Иисус действовал разнообразно. Иногда Он цитировал Писание, иногда учил нравственным принципам. При этом совершенно ясно, что в отношении соблюдения субботы Он допускал определенную свободу в том случае, когда на первый план выходила насущная потребность человека. Господь называет Себя Господином Субботы. Значит ли это, что, будучи Господином Субботы, Господином Вечности, только Он решает, что человеку позволительно делать субботу, а что непозволительно? Означает ли тот факт, что Иисус называет Себя Господином Субботы, что именно Он решает, что можно, а что нельзя, или точнее, что разрешается, а что запрещается? Полагаю, что да. Он претендует именно на это, в этом и заключается суть субботы. Помимо всего прочего, субботний покой призван отражать Божий тварный порядок. Кроме того, он определенным образом связан с человеческим благополучием, будь то утоление голода или исцеление недуга в субботний день. Так или иначе, мы видим, что свобода в соблюдении субботы допускается. Тем не менее, никакого презрения к субботе Иисус не испытывает. Иоанна 21.1. Понятно, что воскресенье произошло не в субботу, а в первый день недели. Далее, в Деяниях 27 мы читаем, что первые христиане собирались в первый день недели. Видение Иоанну Дня Господня описано таким образом, что первый день недели следует считать Днем Господнем. Суббота же отпадает. Получается, что в Новом Завете мы имеем дело с двумя важными днями. В Евангелиях это суббота, а в Деяниях и Откровении это первый день недели, День Господня. Теперь необходимо установить между ними какую-то взаимосвязь. Давайте обратимся к Римлянам 13. Что в данном тексте обращает на себя внимание? Простите, я не услышал. Что объявляет делом совести? Поведение это дело совести. А какие принципы тогда лежат в основе действия совести? Говорил ли здесь Павел о каком-то основополагающем понятии? Да. Любовь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. А что такое любовь? С помощью чего Павел раскрывает это понятие. И при этом он приводит не одну цитату, правда? По сути, он цитирует десять заповедей. Хотя и не совсем. Интересно отметить, что если почитать послания, адресованные, скажем, евреям, например, Иакова, или смешанной еврейско-языческой аудитории, практически все послания Павла, то в них повторяются девять из десяти заповедей. Единственное, что не находит своего повторного подтверждения, это заповедь о субботе. Все остальные есть. И на это мы еще обратим наше внимание. А теперь Римлянам 14. Есть те, кто соблюдают субботу в знак почитания Господа. Любовь, о которой говорится в Римлянам 13, проявляется в частности во внимательном отношении к тому, кого апостол Павел называет немощным братом или сестрой. Я, пожалуй, соглашусь теми богословами, которые считают, что как таковой церкви в Риме не было. Павел не писал римской церкви. Были домашние группы, одни составленные христианами из евреев, другие из язычников, между которыми возникали отношения, а также споры о мнениях, что и послужило Павлу поводом написать в 14 главе о немощных и сильных братьях и сестрах, а также напомнить о том, что христиан ожидает судилище Христова, а не суд у Великого Белого Престола. То есть, мы дадим Богу отчет о том, как относились друг к другу, будучи чадами Божиими. Это подчеркивается в Римлянам 14. При этом, вопросы, связанные с пищей, кошерной пищей и развлечением дней, так или иначе, связаны с заповедью о субботе. Известно, что христианство в Иерусалиме имело свой специфический путь развития с точки зрения практик, отличный от того, как развивались общины, основанные Павлом. Так, в Иерусалиме христиане продолжали собираться в храме, продолжали давать обеты, о чем свидетельствует книга деяний, в которой Павел берет на себя издержки на жертву для тех, кто имел на себе обеты. Так, ради братьев своих Павел обрезал Тимофея, но не Тита, так как Тит был из язычников, иначе говоря, здесь действует тот же самый принцип, только в ином применении. Итак, христианская церковь в Иерусалиме сохранила значительную часть иудейской традиции, обычаев, в нее был свой специфический путь развития, как я уже говорил, отличный от общин, основанных Павлом, за исключением Рима, где церкви в классическом понимании не было, и где, собственно, и возникли споры и разногласия между братьями из иудеев и язычников. Однако, Павел, как мы видим, не возражает против различий в церковных практиках, покуда они основаны на одном принципе. В конечном итоге, Павел говорит, послушайте, если немощный брат вас считает, что один день, предположительно, субботу, следует соблюдать, не заставляйте его вместо этого соблюдать День Господень, и особенно считать таковым каждый день, поскольку, если на самом деле он так не думает, то вы будете для него преткновением, заставляя поступать против собственной совести, а значит, грешить. Выглядеть это может примерно так, если вспомнить мой рассказ о молодых людях, адвентистах седьмого дня, которые приходили к нам церковь. Быть преткновением не обязательно заставлять их отказаться от своей церкви, то есть не быть адвентистами, но и также быстро отреагировать на, скажем, их высказывания о том, что вы должны начать соблюдать адвентистскую субботу. На этом отношения, я думаю, прекратились. Подобным образом не стоит отговаривать от соблюдения субботы мессианских евреев. Даже если вы считаете, что мы от этого свободны, и непреложное соблюдение субботнего покоя для нас больше не актуально. Не ограничивайте свободу людей. Мне кажется, что новозаветная картина выглядит примерно так. Попытайтесь сохранить то, что Павел именует правой рукой общения, которую подали ему его иерусалимские братья и сестры в Галатам 2. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Возвращаясь к нашему вопросу, по-еврейски «шаббат» значит «прекратить». Остановиться. Работать запрещается. Трудиться в субботу нельзя. Это день покоя. Повседневные дела в субботу надлежало отложить. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас позвольте представить вам три вопроса, три возможных пути. По крайней мере, так о них говорит Чарльз Скобби в своей книге «Пути нашего Бога» в фундаментальном богословском труде. Он говорит, исторически можно выделить три варианта, я вас с ними ознакомлю. Это страница 610. Книга действительно большая, я вам уже говорил. Цитата находится в первой ее четверти. Шучу. В истории были те, кто продолжал соблюдать субботу. С вечера пятницы по окончании дня субботы. Адвентисты седьмого дня делают это и по сей день. Равно как комиссианские евреи. Почему? Потому что это в основе порядок творения. Ключевой текст Исход 20, а также Ботие 2.3, седьмой день Господу. Есть те, кто отвергает необходимость соблюдения субботы как части ветхого обрядового закона. Эта идея основана на представлении реформации о том, что ветхозаветные законы делятся на гражданские, нравственные и обрядовые. Гражданский закон упорядочивал общественно-политическую жизнь Израиля как народа, нации. Нравственный закон фактически включал в себя десять заповедей не убивая, не прелюбодействуя и так далее. А обрядовый закон диктовал, во что, например, должен быть облачен первосвященник. Однако есть мнение, что обрядовый закон также включает в себя и такие практики, как субботний покой, традиционный для израильского общества. Теперь же, когда в замысле Божьем церковь сменила собой Израиль, обрядовый закон отпал, ибо он исполнился во Христе, нашим великом первосвященнике. Собой он принес достаточную и окончательную жертву Богу. Отпала необходимость и в гражданском законе, поскольку народ Божий в Новом Завете это не отдельная нация или народность. А вот нравственный закон все же продолжает действовать. Я не навязываю вам это убеждение, а лишь описываю концепцию, поскольку классификацию это важно знать. Важно иметь представление об обозначенных категориях, поскольку они имеют историческое значение. Многие подходы до сих пор учитывают данное разграничение, пытаясь установить, что из Ветхого Завета переходит в новый, а что нет. Итак, существует мнение, что суббота, то есть еврейская заповедь о субботнем покое, являясь частью обрядового закона, утратила свою актуальность. Другая историческая перспектива или вариант, это третий пункт, звучит так. Христианам должно чередовать работу с отдыхом. Иначе говоря, ритм труда и отдыха. Шесть дней работы, седьмой отдыхай. При этом в основе покоя лежит скорее история искупления, нежели сотворения, события воскресения. Посему это День Господень. Он и есть День Покоя. Следовательно, в отдельных церквях, например, у Пресвятериан, ну, Пуретан, насколько мне известно. Суббота и День Господень как бы слились в один день. Для них соблюдение Субботы и соблюдение Дня Господня — понятие взаимозаменяемое. День Субботнего Покоя — воскресенье. Празднование воскресения Христа и Нового Творения. На нескольких страницах Скоби дает краткое, но содержательное описание только что обозначенных подходов. А теперь, как быть нам? Надлежит ли нам соблюдать Субботу в Ветхозаветном смысле или же считать Субботним Покоем День Господень? Или кто-то предложит что-то еще? Принцип шесть к одному соблюдать который в случае всеобщего договора можно было бы одновременно. Возможно, в чем-то это будет отражать любовь к ближнему, соблюдение установленного для всего творения чередования труда и отдыха. Хочу предложить еще пару дополнительных замечаний, так как времени у нас уже немного. Во-первых, нам следует провести еще одно важное разграничение. С одной стороны, нам необходимо придерживаться идеи о субботнем принципе труда и отдыха, а с другой отграничивать это от дня Господня. Для многих из нас это одно и то же. Но для меня в годы пастырства эти понятия никогда не совпадали. воскресенье воскресенье было самым напряженным днем недели, самым загруженным. Следовательно, днем покоя для меня, как для творения Божьего, среди прочих творений был либо понедельник, либо суббота, даже в те же самые сроки, с вечера пятницы по ранний вечер субботы, единственное время, когда можно было отвлечься от служения. В субботу вечером уже начиналась подготовка к воскресной службе. Однако, концептуально, это время следует отделять от дня Господня. Возможно, вам будет интересно узнать, что до своего обращения император Константин, человек, который в свое время убил свою жену и некоторых детей, и принял крещение уже на смертном одре. К тому времени он совершил столько грехов, что крещение перед смертью виделось как залог того, что грешить он уже не будет. Так вот, историки до сих пор задаются вопросом, насколько подлинным было его покаяние, но не в этом суть. Суть в том, что он был первым христианским императором, который сделал воскресение выходным днем, днем отдыха. Если вспомнить письмо Плиния, наместника Вифинии к Трояну, когда он арестовал огромное количество христиан, он сделал это задолго до рассвета в воскресенье. Почему? Потому что на рассвете им предстояло идти на работу к своим господам. Собираться они могли исключительно в день господень до рассвета. Такой роскоши, как отдых в этот день они себе позволить не могли. В понимании таких вещей история приходит на помощь, поэтому учите историю церкви. Итак, на мой взгляд, необходимо концептуально разграничивать день господень и субботний покой. Для кого-то эти дни совпадают, а для кого-то нет. Тем не менее, в чередовании труда и отдыха я вижу проявление мудрости, равно как и в общении с другими христианами в преддверии этого дня. Ну что же, на этом наша лекция окончена. Продолжение следует... Продолжение следует...